привет всем сегодня вам расскажу как отестировать гравировально режущий лазерный станок станок у нас уже подключенный лампа установлена на 60 ватт водичка у нас дистиллирована уже циркулирует станок включены с 8 уже управляются перейдем к тестировке первоначальную линзу есть использую для юстировки непосредственно малярный скотч когда у нас каретки уже все установлены зеркал еще у нас не стоят я клею малярный скотч и примерно делаю выстрел посмотреть по центру не по центу примерно по центру убираем малярный скотч и устанавливаем непосредственно наше зеркало возьмем наше зеркало и поставим его карет так установили наше зеркало и теперь начнем продолжать перестрелку берем тот же малярный скотч и скотч и клеем его с обратной стороны чтобы посмотреть попадаем ли мы в отверстие возьмем с другой стороны на станок будем производить перестрелку видим что у нас не попала точка в отверстие переходного для этого вам нужно повернуть непосредственно наш крепеж возьмем соответствующий ключик и немножко его послабим и ручную развернем немножко мы развернули или крутили возьмем немножко подогнем крепеж мало так ну вот мы видим что примерно мы попали наше отверстие переходим на другую сторону станка и смотрим чтобы лучше нас попал во вторую фокусную во второе зеркало мы видим что он у нас не попадает и мы его немножко наклоним эти болты у нас используются для более точной мастеровки то есть изначально я примерно его выставляю на потом юстирую непосредственно ними так надо еще немножко у нас нагнуть его так еще добавим угол перекрутили заменим наш малярный скотч простреляли весь так ну мы в принципе в линзу попали теперь нам нужно его немножко опустить суть какая когда лучше попадает сюда нам нужно его отразить так чтобы он попадал непосредственно в это крепежная так ну ну в принципе почти возьмем опять скотч всеми любимой и проверяем ну по центру все попадаем теперь мы можем переходить непосредственно на перед берем снова устанавливаем зеркало откручиваем крепеж после того как пристреляли обязательно нужно будет зафиксировать непосредственно крепежные элементы но это мы сделаем позже пока у нас идет еще настройка берем следующее зеркало и таким же образом его устанавливаем проверяем чтобы она плотненько села берем фиксирующий элемент и закручиваем вот у нас все плотненько теперь нам нужно пристрелять после того как мы добились от центра нам надо пристрелять в третье наше зеркало для этого мы подгоняем каретку максимально близко края рабочего поля это же берем наш малярный скотч и клеим его на наш крепеж опять производим тестовый выстрел чтобы понять куда мы попадаем попадаем мы в край по центру все у нас нормально давайте попробуем развернуть нашу каретку сначала перекрутили поверем еще немного много добиваемся центра в этой линзе обязательно нужно попадать в центр вот мы посредственно попали в центр теперь мы можем ее зафиксировать после того как мы зафиксировали все болты смещения теперь нам нужно добиться того чтобы по всей длине у нас лучше не уходил оставался непосредственно в центре сейчас возьму табурет так намного удобнее начнем отъезжаем кареткой на определенное расстояние где-то на середине и тестово стреляем увидим что у нас смещение есть значит нам надо линзу более точную настройку сместить мы вернулись от нулю опять переклеим переклеил наш скотч но отверстие подгоняю начальная точка и делаем поворотный выстрел делали глянем на середину делаем видим что у нас опять смещение еще есть проверим смещение на максимальной длине здесь смещение проверим еще раз много поджарил переклеим наш скотч пробуем вроде бы как все нормально но перетестируем чтобы получить более точность делаем выстрел делаем первый выстрел делаем второй делаем третий немножко подрегулируем и мы видим вот что у нас одно отверстие в принципе это мы линзу тестировали теперь нам нужно настроить непосредственно среднюю линзу то есть третью зеркало точнее сейчас мы ее открутим и установим зеркало выкрутили прижимной элемент берем наше следующее зеркало распаковываем его главное не залапать вот эту часть отражающую чтоб не было никакого на ней мусора ибо он подгорает и зеркало уходит из строя установили ему крепеж теперь мы можем его закрутить все мы его закрутили проверяем протяжку затянули теперь мы будем использовать непосредственно сопло берем наше сопло и устанавливаем его пока без воздуха без ничего фокусную линзу я вниз еще не ставил берем опять же кусочек пенопласта и малярный скотч теперь мы будем проверять чтобы от этого зеркала лучше вышел это лучше всего конечно это делать изначально откручиваем наше сопло берем малярный скотч приклеиваем его на низ и фиксируем конечно тут желательно использовать телефон либо зеркало зеркало конечно будет более рационально чтобы видеть как мы пристреляем делая первый выстрел сделал снимаю зеркало смотрю ничего нет делаем повторный выстрел вот мы видим дым прошел и смотрим что нам немножко надо ее сместить получается зеркало приподнять приподнимаем немножко зеркало устанавливаем снова сопло делаем выстрел и смотрим что примерно мы по центру чуть-чуть надо уменьшить возьмем новый скотч приклеиваем скотч и делаем снова отрезковый выстрел ну и мы видим что мы по центру далее мы когда уже установим фокусную линзу воздух мы докалибруем его довыставляем теперь возьмем сопло проверим выходит ли лучше непосредственно из саму сопло установим и нажимаем полить и вот мы видим что луч у нас выходит то есть мы свободно попали идеально вот мы видим что ждет теперь мы берем непосредственно фокусную нашу линзу раскручиваем наше сопло и вот наше фокусная линза и вложим ее сразу туда фокусная линза устанавливается выпуклой частью вверх хотя честно пробовал и наоборот особой разницы на работе станка не заметил сейчас мы подтянем сначала вручную крепежный элемент линзы главное не залапать повторюсь подтянули почти до конца возьмем пока шестигранный ключ к сожалению я спецключи сегодня не взял с собой вот мы установили фокусную линзу устанавливаем сопло и тестируем фокусная линза она получается фокусирует луч с большого облака в меньшую точку мы видим что к сожалению после установки фокусной линзы мы не попали сейчас будем регулировать ну вот мы видим что луч у нас уже вышел после того как луч вышел желательно зафиксировать непосредственно регулировочные все бабулки теперь после того как мы настроили этот луч и мы должны проверить по всей плоскости у нас совпадает луч с центром фокуса мы перегоняем в эту сторону сначала наш портал здесь стреляем видим что все нормально все палит центр проверяем тоже палит и проверяем наш дальний край видим тоже палит ну вот в принципе и все станок у нас настроен и теперь нам только нужно затянуть наши все фиксирующие болтики айки точнее ключик на 7 у нас идет в принципе все станок у нас полностью настроены если как бы заниматься пробовать это не несколько раз первый раз у меня заняло это больше двух дней где-то так но без опыта без ничего и видео нигде нету информации тоже нигде не было второй раз я уже за день настроен а сейчас вы видите что буквально 10 минут занимает юстировка с нуля причем станок был вообще не откалиброванный то есть линзы не линзы не зеркала не были выставлены и вот я при вас только что с нуля как бы его полноценно настроил все всем до свидания до скорой встречи субтитры сделал DimaTorzok диму 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 Продолжение следует...